всем привет меня зовут леонид константинович кайзер и сегодня мы с вами поговорим об одной из самых интересных тем мне кажется об одном из самых интересных разделов физики он во-первых современный во вторых он достаточно яркий и красочный конечно же это все будет касаться у нас сегодня атомной и ядерной физики давайте с вами разберемся с тем как же у нас устроен атом и как вообще люди пришли к той модели которую мы с вами имеем сейчас я думаю что все из вас уже слышали о том что атом имеет планетарную модель да в нем электроны протоны и нейтроны располагаются определенным образом давайте сегодня разберемся с тем как же вообще люди к этому пришли как же они поняли что именно такова суть строения атома любого химического элемента поехали и так до девятнадцатого века считалось вообще что а там это наименьшая неделимая единица вещества то есть меньше чем а там ничего нет само это слово пришло к нам из древней греции то есть я думаю что вы уже поняли да что эта теория живет с нами уже очень давно еще древние греки были в курсе что так оно все и работает они точно не знали что же такое атомы они просто знали что есть какие-то мельчайшие частицы вещества они видели пыль они представляли что есть какие-то очень 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 маленькие частички но однако до того момента естественно виду отсутствие определенных технологий для этого да они не могли определить что же такое по сути а там что же касается как раз таки конца девятнадцатого века в 1897 году английский физик джозеф томсон открывает электрон эта частица в составе атома которая имеет отрицательный заряд равный по своей величине то есть по абсолютной величине до равны по модулю минимальному заряду это составляет у нас как вы помните одну целую шесть десятых умноженную на 10 в минус девятнадцатой степени кулон как вообще изначально этот величина данного заряда была открыта смотрите исследовали протекание электрического тока через раствор щелочи кислот солей и так далее и выяснили что ионы переносят определенный заряд на себе да который кратен определенному минимальному заряду так он был примерно вычислен до экспериментальным путем и наконец джозеф томсон понял что существует частица которая как раз таки этот заряд может на себе переносить элементарный вот это самый самый маленький меньше которого не бывает и на основании этого он начал выдвигать определенную гипотезу которая была завязана на том что атом из себя представляет как бы это сказать такую знаете булку с изюмом вот это классическое определение в принципе его модели электроны как изюм натыканы в булку которая себя представляет как раз таки цельный атом имеющий положительный заряд то есть у нас в таком облаке положительного заряда находится отрицательный заряд и в конечном итоге мы с вами получаем электроотрицательный атом в его на нейтральном состоянии как вы понимаете размер атома в модели томсона в такой ситуации составляет примерно 10 в минус десятой степени метра однако дальнейшие исследования показали несостоятельность модели томсона но для того чтобы дальнейшем развивать вообще эту тему необходимо было открыть явление радиоактивности явление радиоактивности было открыто в 1896 году точнее впервые замечено до французским физиком андрей беккерелем в ходе исследования невидимого глазу излучения соединений урана что же тогда происходило он заметил что если положить рядом с этими самыми соединениями урана да там были насколько я помню урановые соли если положить рядом с ними фотопластинку то спустя некоторое время она кажется свеченной он подумал ну а может быть попробовать какую-то навести преграду между ними завернув фотопластинку в темную ткань однако и после этого он заметил что фотопластинка в этой темной ткани находясь рядом с урановыми солями в конечном итоге также оказалась частично засвеченной после чего беккерель сделал вывод о том что существует особое невидимое излучение которое тем не менее исходит у нас как раз таки от солей урана те же самые так называемые лучи беккереля впоследствии были обнаружены при исследовании двух новых химических элементов полученных из урановой руды супругами кюри эти два элемента носят название ради и полоний полоний к слову говоря один из самых активных в принципе химических элементов с точки зрения как раз таки радиоактивности исследования в дальнейшем этого самого излучения британского физика эрста резерфорда и его учеников показали что излучение имеет достаточно сложный состав что они сделали они загнали данное излучение в магнитное поле и начали исследовать что же с ним происходит и заметили что мы получаем три основные ветки направления этих самых радиоактивных лучей да с чем они как раз таки связаны есть два луча у нас которые отклонились есть один луч который не отклонился получается что два из них в любом случае это поток каких-то заряженных частиц поскольку как раз таки заряженные частицы в магнитном поле у нас отклоняются до самое главное движущиеся за счет силы лоренса которая действует на эти самые заряды и получается еще один пучок этих самых лучей он никуда не отклонился в дальнейшем как раз таки данные лучи были названы альфа бета и гамма излучения смотрите альфа частицы это положительно заряженные атомы гелия бета частицы это электроны то есть вы понимаете да положительные заряды в одну сторону отклонились отрицательные в другую а гамма частицы это коротковолновые электромагнитные излучения иначе говоря фотоны они как раз таки в магнитном поле не отклоняются вообще никак резерв форд предложил исследовать строение атома как раз таки при помощи альфа частицы давайте разбираться с тем как же это вообще происходило он брал некоторый источник альфа частиц и запускал пучок направленный в золотую фольгу золотую фольгу и далее уже на экране наблюдал за тем как у нас будут отклоняться альфа частицы при прохождении через эту самую золотую фольгу и к своему удивлению обнаружил что почти все альфа частицы которые прошли через фольгу не отклонились буквально одна альфа частицы из 20 тысяч вернулась обратно то есть полностью срикошетила скажем так да и и вот он навело на некоторые мысли он взял и провел этот эксперимент еще раз после чего уже выяснил что на самом-то деле все связано с тем что ядро атома то есть он же пытался попасть как раз таки по атомам потому что из атомов у нас состоит это самая золотая фольга что ядро атома на самом деле очень маленькое не то которое изначально описывал томсон да там порядка 10 минус 10 метра оно существенно меньше давайте разбираться какое же оно и так исходя из этого резервфорд выдвинул теорию точнее модель атома которая заключалась вот в чем атом состоит из атомного ядра в котором сосредоточен весь положительный заряд атома и практически вся его масса при этом он гораздо меньше самого атома обращаю ваше внимание вокруг положительно заряженного ядра у нас движутся отрицательно заряженные электроны и наконец третье заряд атомного ядра равен с обратным знаком суммарному заряду всех его электронов которые вращаются по своим электронным орбиталям как то так смотрите на рисунке вот представлена как раз таки модель ядро порядка 10 минус 15 степени метра и сам атом 10 минус 10 то есть по сути ядро атома очень маленькое в сравнении с самим атомом однако вся масса сосредоточена именно в этой точке очень похожая ситуация на самом деле с нашей солнечной системы на сегодня все всем большое спасибо счастливо пока пока